У Канта была небольшая библиотека. Был ли он сам плодовитым автором? Знаете, наверное, он, конечно, написал немало, но учитывая, что он прожил почти 80 лет и на уровне других плодовитых писателей, это все-таки немного. Если собрать все его наследие, то оно распадется на некоторые большие разделы. Это, собственно, печатные произведения, это письма, это его черновые наброски, а Кант практически все свои мысли или записи довольно рано начал оставлять на бумаге. Ну и помимо всего прочего имеются еще и записи его лекции, но это не, собственно, кантовские работы, а конспекты или иногда перепись, переписи конспекта. Но если говорить о бесспорных работах, то есть печатные работы, а, кстати сказать, и тут можно поспорить, некоторые работы под конец жизни на основе курса лекции были опубликованы его младшими современниками по просьбе Канта, скажем, логика Еше или педагогика Ринг. Но вот если бесспорные его работы, то это восемь томов. Конечно, это легко поместиться на любой из этих полок, а вот если бы мы попробовали собрать все то, что написано о Канте, я могу точно сказать, что вот этой вот восхитительной валенродской библиотеке нам бы не хватило, а сколько таких валенродских библиотек потребовалось бы для того, чтобы собрать всю даже значимую литературу о Канте, мне сказать сложно, но этот поток только возрастает и, к сожалению, в нем уже почти невозможно достаточно репрезентативно ориентироваться. Этот поток обусловлен идеями Канта и, наверное, большая часть посвящена его теоретической философии, изучению его теоретической философии. Самое пристальное внимание, пожалуй, вызывает критика чистого разума, его первое критическое произведение и, можно сказать, очерк, содержащий очерк всей будущей философии. Вот давайте поговорим о самом сложном, о теории познания Канта. В строгом смысле слова, конечно, теории познания как специальной дисциплины во времена Канта еще не было и это, кстати сказать, одна из трудностей на пути восприятия критики чистого разума. Что же это за трактат? Какой дисциплине его можно отнести? К логике в широком смысле слова или к теории познания, которой на тот момент не было, к логике, разумеется, в смысле 18 века как некоего общего учения о методе познания, либо как трактат сугубо метафизический, либо психологический, либо да, и опять же в этом даже метафизическом или теоретико-познавательном каком угодно трактате существуют самые такие, вернее, довольно большие объемы, которые посвящены по большому счету практической философии. Ну и кроме того, надо сказать, что Кант очень долго работал над этим произведением, ну так скажем, 10-12 лет, а потом в какой-то момент попробовал результаты своего усиленного труда в сжатой форме за несколько месяцев изложить на бумаге. Ну, в значительной степени, по всей видимости, используя уже обработанные куски более-менее чистового текста, которые были написаны до этого, в связи с этим существует так называемая лоскультная теория возникновения критики чистого разума, согласно которой Кант в последний момент записи, возникшие в разные временные периоды, вот таким образом объединил в одной единственной работе, но так или иначе вот эта вот работа вышла, которая некоторое время не вызывала существенной реакции, отклика, более того, плохо продавалась и тираж первого издания критики чистого разума, а первое издание вышло в 1781 году, издатель почти уже был готов пустить на макулатуру. Вот такие трудно представимые сегодня обстоятельства связаны с историей рецепции этого трактата. И, тем не менее, через некоторое время вот возник действительно какой-то прорыв, но в силу того, что книга написана таким необычным языком для того времени с, казалось бы, и старой терминологией, но в новом значении. А помимо всего прочего, всего того, что Кант долго работал, книга настолько интенсивная и насыщенная. Вот Андрей Белый как-то по этому поводу сказал, что Кант так долго над этим работал, что у него страницы спрессовались в строчке, главы спрессовались в странице. Поэтому на самом деле этот трактат осилить очень непросто. Вот как есть те люди, которые считают своим большим достижением то обстоятельство, что они прочитали «Войну и мир» Ивана Николаевича Толстого от первой до последней страницы, так мы можем сказать, что осилить «Критику чистого разума» — это тоже непростая работа. Здесь страниц поменьше, но иногда чтение просто чудовищное. И это обуславливает также некую противоречивость вот этого вот трактата. Да и к тому же в 1787 году вышло второе издание «Критики чистого разума», которое в некоторых вариантах существенно отличается от первого издания, что только усилило вот эту вот непростую историю его восприятия. Вот именно во втором издании Кант, пытаясь быть скромным, отвечая на, как ему казалось, чрезмерную похвалу одного из рецензентов, который сравнил уже первое издание «Критики чистого разума» с революцией философии, решил сказать, да вот революции бывали и раньше, и революции — это необходимые элементы развития науки, а философия для Канта была наукой. И вот и галерей опытами, шарами много чего достиг, и другие. И в этой связи Кант сравнил свое мероприятие с той революцией, которую произвел Коперник. Говоря об этом так, вот до сих пор пытались проблему метафизики решить следующим образом, пытались согласовать наши знания с предметами. Кант говорит, а может быть лучше получится, если предметы будут согласовываться с нашими знаниями? В XX веке нередко было принято потешаться над этой мыслью Канта. Бертран Рассел приложил немало усилий для этого, называя так называемую Коперниканскую революцию Канта, Птолемеевской анти-контрреволюции. Но при всем уважении к Бертрану Расселу, мне кажется, он мало что понял в данном случае. И мы можем опять же посмотреть, насколько более тонко к этому вопросу подошел, может быть, самый значительный русский философ Владимир Сергеевич Соловьёв. У него об этом говорится в теоретической философии, в работе, которая как раз так и называется, мы сейчас обсуждаем с вами раздел теоретической философии Канта. Для Канта Коперниканская революция носит элемент, во-первых, парадоксальности, а с другой стороны, выступает как гипотеза. В чём парадоксальность? Парадоксальность состоит в том, что мы каждый день видим, как Земля вроде бы как неподвижна, а Солнце вращается вокруг Земли. Конечно, со школьных времён мы привыкли думать иначе, но глаза нам говорят нечто иное. Вот именно так же парадоксально звучит утверждение Канта, что предметы должны согласовываться с нашими познаниями, а не наоборот. И во многом в этой парадоксальности и состоит эта аналогия между той революцией, которую совершил Коперник, и тем, что предлагает Кант в «Критике чистого разума». И в этой связи Владимир Сергеевич Соловьёв говорит о том, что Земля в виде феноменального мира вращается вокруг некого центра познания, в качестве которого выступает познающий субъект. На этом Соловьёв не останавливается, пытаясь сказать, что и астрономия пошла дальше, и этот познающий субъект не оказывается последним центром, а его центр находится где-то в бесконечном пространстве. Но, тем не менее, это гораздо более адекватнее, чем то высмеивание, может быть, этой Коперниканской революции, которую мы можем встретить в работах Бертрана Рассела и его последовательства. Рассел пытался подобрать любые аргументы, чтобы защитить свой реализм. Он так назвал свою позицию. Здесь, конечно, этот такой выпад в адрес Канта – это способ компенсировать недостаток аргумента остроумием. Может быть, даже и не самый плохой способ. К тому же и Кант старался по возможности пользоваться иронией. Ну, если мы слово «субъект» заменим словом «наблюдатель», то мы получим картину, которая очень напоминает представление современной физики, о том, как человек воспринимает мир. Но это, наверное, сильно позже случилось, и мы вернемся к Канту. Критика чистого разума, четко структурированная работа, казалось бы. Эстетика, аналитика, диалектика имеют логическую, продуманную организацию, и, тем не менее, так трудна для понимания. Почему? Ну, может быть, потому что сами вопросы, которые обсуждает Кант, настолько тяжелы и сложны, и это не только недостаток стиля, а недостаток стиля за собой Кант признавал и сравнивал себя с изящным пишущим Давидом Юмом, которым он явно проигрывал. Хотя Кант тоже мог писать иногда иначе, его ранняя работа «Наблюдение на чувством прекрасного и возвышенного» написана блестящим слогом, но я боюсь, что даже самые распрекрасные стилисты проблематику критики чистого разума в таком стиле не осилят. Почему все-таки, несмотря на вот эту вот стройную, казалось бы, структуру критики чистого разума, она воспринимается очень тяжело. Вот эта структура, по большому счету, повторяет структуру традиционной метафизики того времени, которая под влиянием Вольфа и его учителей имела четырехчастную структуру, а именно общая метафизика, которая занималась изучением сущего как сущего и называлась онтологией, и три специальных дисциплины метафизических, которые то, что мы познали в онтологии, применяли в тех или иных конкретных дисциплинах, будь то психология, будь то космология и будь то рациональной теологии. В этом смысле критика чистого разума есть, несомненно, метафизический трактат. Но содержание это настолько многослойно, и оно переплетается с таким количеством проблем и вопросов, что до сих пор понимание этого трактата затруднено, и я думаю, что так будет оставаться до того момента, пока будет интерес к критике чистого разума сохраняться. Но вот я хотел бы вернуться к вашему замечанию пронаблюдателя, и хотел сказать о том, что в современных, естественно, научных кругах среди физиков или среди математиков мы нередко можем встретиться с мыслью о том, что наука за время с конца XVIII века сделала большой прогресс, и одним из следствий этого прогресса является фальсификация основных выводов критики чистого разума в том, что касается его учения о пространстве и времени, в том, что касается кантовского учения о каузальности. И я думаю, что это глубокое непонимание самой сути того, о чем Кант хотел сказать. Учение о пространстве и времени, которое изложено в критике чистого разума, действительно удивительно, и оно так же парадоксально, как и его идея Коперниканской революции. В противовес Лебницу, в противовес Ньютону он считает, что пространство и время является нашим субъективным способом упорядочивать то многообразное, что к нам приходит извне и изнутри. Это значит, что вне нас пространство и времени, по крайней мере в том виде, в каком мы можем говорить о человеческом пространстве и времени, не существует. Это, казалось бы, какая-то чудовищная мысль, которая в том числе нас наталкивает на размышления о том, что Кант, наверное, с естествознанием своего времени не дружил. Но это так не было. Более того, мы можем сказать, одна из ранних работ Канта 1755 года, во многом гениальная работа, посвящена как раз проблеме происхождения Вселенной, всеобщей естественной истории теории неба, трактат которой оставил несомненный след в истории естествознания. Но Кант говорит о нашем человеческом познании. И для него принципиально важно показать, что наш способ познания существенно обуславливает результаты этого познания. В этом, собственно говоря, и состоит его Коперниканская революция. Поэтому рассуждать о предметах так, как если бы они существовали и были нам известны вне нашего способа познания, Кант нам не дает. И, кстати сказать, можно сказать, что с какими-то положениями критики чистого разума можно спорить, можно их отвергать, но мне кажется очень сложно отвергнуть этот вывод Канта, который он делает как раз в критике чистого разума. И с этой точки зрения существование невклидовых геометрий говорит совсем о другом по сравнению с тем, что Кант излагает на страницах критики чистого разума. Кант не говорит о том, какие теоретические построения мы можем создать. Мыслить и познавать предмет – это не одно и то же. Мыслить мы можем всё, что угодно. Но для того, чтобы мы познавали, нашей мысли должно соответствовать то, что Кант называет созерцанием. Если бы оппоненты Канта в данном случае опирались на какие-то данные, согласно которым человеческое созерцание, не трёхмерное, а четырёх- или пятимерное, или что оно таково, что в нём через точку, не лежащую на данной прямой, можно либо ни одной параллельной прямой не провести, либо сколько угодно. В этом случае это был бы аргумент против позиции Канта, но в данном случае смешивается два очень важных положения. То, как мы нечто познаём, и то пространство и время, которое известно человеку, и то, которое наивно принимается за пространство и время само по себе. Вот пространство и время не самого по себе по мысли Канта не существует. И в этом один из главных выводов трансцендентальной эстетики критики чистого разума, согласно которому всё, что мы познаём, мы познаём только в пространстве и времени, которое является нашим субъективным способом познания. А значит, каковы предметы или вещи сами по себе вне нашего способа познания, мы не знаем и знать принципиально не можем. И никакая наука, ни сегодня, ни завтра, никакие научные революции принципиально ничего в этом не изменят. И, кстати сказать, возвращаясь к Рассиву и полемике с Кантом. Вот тот тезис, который я сейчас сказал, Кант считал ключевым тезисом так называемого трансцендентального идеализма. И, конечно, представителям реализма он очень нравится. Наша способность чувственного восприятия структурирует поступающие извне многообразие опыта, точнее превращая чувственные данные в опыт. И передает их, если можно так сказать, рассудку. И дальше вступает в действие система категорий над выведением списка, которых Кант изрядно потрудился в критике чистого разума. Как устроен этот аппарат? Это как раз то, что в значительной степени связывает Канта с Аристотелем. Но была у Канта, как у автора философского, одна нехорошая черта. Он редко хвалил своих предшественников и современников, даже когда в чем-то зависел от них. А особенно, когда зависел от них. И поэтому Аристотеля не совсем добрым словом в этой связи Кант помянул, но даже не столько его, может быть, занимала проблема самого списка вот этих вот категорий, сколько обоснование того, почему, применяя эти категории, мы способны получить объективное знание. Если очень упростить кантовскую мысль, то она состояла в следующем. Человеческие понятия, а категория – это самые общие человеческие понятия, есть то, что используется в суждении. А есть Б. Сегодня хороший день. Валенродская библиотека – это замечательное культурное и квадратное помещение. Если мы посмотрим на структуру или на работу нашего рассудка в создании и высказывании суждений, мы оттуда сможем извлечь все ключевые понятия, которые при этом используются. Есть только наш субъективный способ обработки того материала, который доставляет нам чувственность. Они не существуют сами по себе. Ни каузальность, ни единство множества целокупность, ни категория количества, ни категория качества. Это то, что мы привносим в опыт. Это то, посредством чего мы этот опыт упорядочиваем. Но очень странная особенность этого упорядочивания по мысли Канта осуществляется. А именно, мы используем наши субъективные понятия, которые являются в действительности нашими творениями. В этой связи Канн говорит о спонтанности. Мы сами из себя как если бы фонтанируем и производим эти понятия. Но эти понятия, применяясь к опыту, дают нам объективно значимое знание. Как происходит это чудодейственное превращение субъективного в объективное, вот эта проблема, над которой Кант очень долго бился, и эту проблему он попытался решить в трансцендентальной дедукции категории, которая, по его утверждению, ему стоила очень много сил, и которую он назвал самым важным исследованием о человеческом рассудке. Иногда по ошибке считают, что это есть признание Канта в том, что это и есть самое главное, что он написал в «Критике чистого разума», но рассудок есть одна из высших познавательных способностей, но низшая из высших, потому что над рассудком есть еще и разум. И как раз о разуме говорится в трансцендентальной диалектике, и это может быть то, что для понимания мира и человека имеет гораздо большее значение, чем дедукция категории. Примечательный тот факт, что к дедукции приковано гораздо больше внимания, чем к последующей части «Критики», при том, что это, пожалуй, ее труднейший для понимания фрагмент. Но, действительно, кантовская теоретическая философия венчается идеями разума, которые, с одной стороны, очевидным образом присутствуют в нашем сознании, с другой стороны, это наше сознание или наш ум подводят к противоречиям при их употреблении, применении к миру, к опыту. Не могли бы Вы рассказать немножко об антиноме? Ну, прежде чем я перейду к антиноме, я хотел вот об этих противоречиях как таковых сказать. Нередко Канта представляют человеком, который воспевает человеческий разум, но задача в «Критике чистого разума» состояла в другом – его ограничить. Более того, другие оппоненты, напротив, обвиняют в какой-то полицейскости Канта, который пытается и тут, и здесь поставить шлагбаума, установить какие-то знаки, кирпичи, сюда заезжать нельзя. И в связи с Коперниканской революцией Канта нередко обвиняют в нескромности. И даже у того же Владимира Сергеевича Соловьева говорится о горделивой аналогии, хотя Кант пытался, наоборот, немножечко релятивизировать то слишком пышное сравнение значение своей философии, которую он прочитал в рецензии на свое произведение «Основоположение к метафизике нравов». И еще одним аргументом в пользу того, что Кант старался быть скромным, и это один из главных, может быть, итогов «Критики чистого разума», над которым неплохо задуматься его критикам, в том числе тем, кто со стороны естественно научных дисциплин и математических очень, на мой взгляд, наивно пытается с Кантом полемизировать. Так вот, этот тезис состоит в следующем. «Человеческий разум подвержен иллюзиям». Любой, в том числе и кантовский, Кант писал в том числе и о самом себе, поскольку он писал не о книгах и не о людях, а о самой познавательной способности, но Кант в том числе и этой познавательной способностью обладал. И от этой иллюзии разум избавиться не может. Он ее может распознать, он может осознавать, что это иллюзия, но это осознание помогает нам как-то, но не избавляет от этой иллюзии. И это, на мой взгляд, никак не говорит о том, что человек замахивался, не понимая ни своей ограниченности, ни границ человеческих способностей, и просто являлся каким-то гордецом, который в философии предъявлял или ставил перед ней задачи, которые ей не свойственны. Так вот, то понимание принципиальной иллюзорности, которой подвержен всякий разум, оно имеет различные следствия. С одной стороны, разум – это важнейшая, высшая познавательная способность человека, с другой стороны, это способность, которая подвержена иллюзиям и ведет нас очень часто не туда, если мы неправильно ею пользуемся. Ведет она по-разному у нас, к каким-то ложным заключениям, в рациональной психологии, которая занята проблемой доказательства бессмертия души, одним образом, в космологии – иным образом, в теологии – третьим образом. Но вот то, что касается антиномий – это центральный раздел, как раз посвященный традиционной космологии того времени. И согласно этим представлениям, в космологии есть учение о мире, о мире есть некий ряд вещей, сосуществующих и следующих друг за другом. Вот Кант задался проблемой этого ряда, с одной стороны, а с другой стороны, самим понятием мира. И он противопоставил мир и природу. Природа – это то, чему мы сами предписываем законы. Еще одно выражение какой-то отдаленной Коперниканской революции. Мир, совокупность всего, взятое целиком – это то, с чем мы никогда не сталкиваемся. Это то, что называет Кант как раз идеей, трансцендентальной идеей. И это то, чему в опыте не дан никакой адекватный предмет и не может быть дан никакой адекватный предмет. Так вот, раздумывая над этим миром как рядом, и над проблемой этого ряда, Кант пришел к выводу, что в том случае, если человеческий разум начинает относительно мира высказывать какие-то суждения, конечен он или бесконечен, ограничен в пространстве или неограничен, полагается ли в основании этого ряда нечто, дальше чего этот ряд продолжить нельзя. Разум впадает в противоречия, из которых ему очень сложно выбраться. И как раз эти противоречия и фигурируют у Канта как четыре пары антиномий. И Кант доказывает взаимоисключающий тезис и антитезис в этих четырех парах. Но самое важное мировоззренческое значение имела, конечно, третья антиномия, которая посвящена проблеме свободы. И разрешение этой третьей антиномии, согласно которой мы можем одновременно утверждать, что никакой свободы нет, а все есть природа, это утверждение, которое справедливо для феноменального, для явлений. Но с этим же одновременно Кант утверждает и тезис, согласно которому свобода есть, ну, по крайней мере, может быть, но в другом мире, в мире ноуменальном, который не ограничен условиями пространства и времени, категории. И подлинная свобода, она именно там. С одной стороны, мы можем сказать, это может быть отчасти печальный вывод, нам, конечно, бы хотелось свободы в феноменальном мире. Правда, наверное, тогда балет не производил бы такого впечатления, тогда каждый мог бы подпрыгнуть без каких-то усилий и зависнуть сколь угодно долго в воздухе после любого па. Нет. Но с другой стороны, это то, что дает нам, наверное, некоторую надежду. надежду на то, что, несмотря на нашу погруженность феноменальная, несмотря на нашу телесную природу, несмотря на всю нашу ограниченность, тем не менее, где-то глубоко в нас есть, тем не менее, источник, благодаря которому мы, несмотря на все остальное, вопреки всему, можем поступать так, как следует нам долг, как велит нам долг, игнорируя весь предшествующий ряд причин и следствия и все то, что было до этого момента. И это именно то, что, может быть, и дает основание для утверждения в дальнейшем Канту достоинства человека. И это то, что, опять же, если говорить о пересечении теоретической философии и практической философии, возвращает человеку достоинство, которое у него отнимает вид звездного неба. Знаменитая фраза про две вещи очень часто трактуется превратно. Если ее дочитать до конца, она звучит тоже в каком-то смысле не очень приятно. Вид звездного неба нас не просто восхищает, он нас вгоняет в ужас, потому что на фоне этого звездного неба человек превращается в полнейшее ничтожество с точки зрения масштабов. Мы действительно чуть ли не аннигилируемся, потому что мы становимся какой-то статистической погрешностью, ничем. Вот вид звездного неба, которое, казалось бы, нам доступно, этот вид нас уничтожает. А что нас может вернуть назад? А нас назад возвращает моральный закон, который и является основанием для человеческого достоинства. А почему это возможно? Во многом Кант объясняет в третьей антиномии чистого разума, отстаивая возможность свободы нас как номинальных существ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok